пройдем сквозь ворота и выйдем на на такую замечательную площадочку и вот виден город со всех сторон всем привет привет вы находитесь на канале жизнь турции меня зовут юля и сегодня я вместе с моей собакой червашкой дионей мы приехали в античный город называется он магнезия и находится в провинции айден буквально в 20 минутах езды от города кушадасы сегодня замечательная погода мы прогуляемся по руинам древнего города посмотрим что-нибудь интересненькое поэтому не будем терять время и пойдем за мной за мной на встречу приключения после холода наступила весна деревца скоро будет распускаться почки набухли девочка впереди гуляет да дёня дёня мальчик мой ты приехал на руины вот здесь вот ведутся раскопки в данный момент древний античный город магнезия прогуливаясь мы дошли вот до такой вот красоты сейчас спустимся вниз где он уже пошел разведку идем вниз мне показывают дорогу иди он ну рассказывай как то дёнька ты залез на пьедестал ну красава здесь скажи привет деньки уже надоело меня ждать все зовет меня где-то там где-то там задержалась а мне ж хочется все поснимать везде полазить и вот мы вышли похоже на главную площадь размеры впечатляют дион ты бежишь за мной но все собаки надоело меня ждать где он пошел уже по водичке гулять здесь после дождей многие места еще под водой и вокруг тишина поют птички и никого вот красота еще остались украшения на колоннах и вот она по моему главная площадь здесь вот даже написано святая гора первый век и посмотрим на нее с лицевой стороны посмотреть посмотрели ну и самое время потанцевать открываю новую рубрику танцульки от юляшки и 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 гуляет по городу, пытается тоже найти что-то. А вдруг найдем сокровище какое-нибудь, которое закопали лет так 500-600 назад. Красивые вот эти вот элементы. Они обычно украшают верхушки колонн. Вот их собрали в одном месте. Достаточно их много. Так красиво на фоне ромашек. Древний античный город Магнезия. По основным руинам города я прошлась и теперь иду к конфитиатру. Весна. Пришла весна, потеплело, и даже дикие маки вот открыли свои цветочки. По дороге к конфитеатру встречаются вот такие вот поля с ромашками. Здесь-ка сквозь кактусы. Мы посмотрели именно сам центр города, где были места для собраний, магазины, дома, а также главная площадь. А сейчас я иду к конфитеатру. Он находится в удалении от самого города. Пройти нужно по вот такой вот дороге. По дороге к конфитеатру встретила вот такой огроменный кактус. Он уже, конечно, отцвел. На нем уже не осталось плодов, но он очень большой. Вот он, выше меня роста кактус. Посадила себе на балкон. Вот такой вот кактус. Жду, вырастет или нет. Буду потом собирать плоды. А вот так вот выглядит ствол кактуса. Очень большой. Я не знаю, сколько ему лет, но, видать, прилично. И вот вдалеке в театр уже виднеется. Я наконец-таки дошла. Вот так вот он выглядит на картиночке. И еще здесь есть вот такие вот как бы лапы с когтями. Сейчас мы их увидим. Вот так вот это выглядит все на проспекте. И вот так вот в реальности. Совсем маленький. Немного запущен. Что-то его особо здесь никто не охраняет. Где он нашел какой-то проход. Иду за своей собакой. Куда он меня ведет? Дюся, что здесь у нас? А, у нас здесь, посмотри, какой вход. У меня собака чуть ползет наверх. Интересно, как я буду забираться. Ну, пойдемте за собакой. Он плохому не научит. Вот, поднялись. Посмотрите, какие здесь интересные сделаны лапы. Вот, по всей лестнице сделаны вот такие вот лапы, аж прям с когтями. Прикольненько. Иди. Иди, давай, дорогу мне показывай. Показывай мне дорогу. Давай, Дюня. А то завести меня завел. А вот теперь мне надо спуститься. Вот. И вот. Ой, зайка опять хочет пить водичку. Везде, где не найдет какую-нибудь емкость с дождевой водой, пьет. Дюань, давай, пошли. И я за ним. И я за ним. Вот так вот мы вышли. А там точно такой же подъем на другую часть амфитеатра. И все, и пошли на выход. И теперь впереди нас ждет огромный-преогромный стадион. Сейчас направляюсь туда. Дорога на стадион. И по дороге увидели вот такой вот старенький домик. Ему, наверное, лет сто, а может и сто пятьдесят. Давайте зайдем внутрь и глянем, как он выглядел, как жили люди раньше. Здесь печка. Наверное, готовились здесь кушать. Вот такая вот комнатка. И в комнате тоже для обогревания есть место для камина. Крыша покрыта ветками, бамбуком или еще чем-то, я так и не могу понять. А здесь что, маленький закуточек. Ну, я не знаю. Здесь либо был туалет, либо было что-то типа душа. И в комнату, в соседнюю, нету входа. Есть только вот такое вот окошечко. А в эту саму комнату мы зайдем с улицы. Там есть дверь. Вот мы только что там были и зашли в эту комнатку. Эта комнатка уже поменьше. Скорее всего, она использовалась как спальня. Интересно. Вот жили так вот люди на фоне природы. Вокруг еще развалины. И вот там, вон туда, вон туда, наверх мы сейчас поедем. Здесь очень-очень большой стадион. Здесь ведутся раскопки. Вот такой план. Ну, и вот она, реальность. Как она выглядит на самом деле. Стадион огромный. И уходит вдаль. Нашла за решеточкой еще вот такие камни. Остались еще даже древние рисунки. Изображение рыцаря какого-то. Или что-то другое, даже не могу понять. Также есть изображение меча и щита. Рыцарь. Готовящийся, наверное, гладиатор, скорее всего. Деня нашел водичку. Жарко. Бедная моя собака спрятался в тенечек. Да, Дюс? Скажи, хозяйка таскает ее по каким-то ампитеатрам, по каким-то развалинам. Ну вот на фоне этого грандиознейшего сооружения я хочу окончить свою прогулку. Мы прошли с вами по руинам древнего города Магнезии. Увидели небольшой амфитеатр. Прогулялись по этому огромнейшему стадиону. Надеюсь, вам понравилась эта прогулка. Дючке моему так точно понравилось. Ну что, буду заканчивать. Поэтому спасибо, что были со мной. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода моих новых видео. И не пропускайте их. И на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok